Привет! В этом ролике я вам расскажу, как можно удалить ненужное разрешение экрана. Вы у меня можете спросить, типа Макс, для чего это нужно делать? Ну и есть у тебя 4К, оно ведь никому не мешает. Лично для себя я нашел 3 причины, почему так стоит делать. Во-первых, кто смотрел мой предыдущий ролик по Nvidia Image Scaling, вы уже знаете, что при включении масштабирования изображения, у меня Nvidia включает автоматически 4К разрешение. Да-да, кто не в курсе, у вас по дефолту есть разрешение для телевизоров. Вы можете никогда в жизни не пользоваться, но оно будет присутствовать и иногда о себе напоминать. В каком смысле напоминать? Это происходит крайне редко, но бывает, что вы заходите в игру и у вас стоит 4К разрешение. Все маленькое, неудобное, так еще и видюха напрягается. С такой проблемой я сталкивался чаще всего на видеокартах от AMD. А вот у Nvidia другая фишка, можно как-то по-особенному свернуть игру. Я говорю по-особенному, потому что это происходит один раз из сотни. И когда вы будете назад сворачиваться в игру, у вас включится 4К разрешение. Особенно это напрягает, когда ты играешь в онлайн игры, допустим, КС, ДОТ или Лига Легенд. Ну и в-третьих, у Nvidia есть такая функция, как DSR степень. Она напрямую зависит от вашего разрешения. Тут в принципе то же самое, что и с Nvidia Image Scaling. Вот именно из-за этих трех проблем я не могу пользоваться NIS или DSR. Потому что Nvidia тупит и ставит мне 4К разрешение. Возможная причина это HDMI, потому что на DisplayPort вроде как таких проблем нет. И еще микробонус для тех, кто играет на телевизоре. Если у вас есть проблема с 4К на TV, то есть неправильно как-то отображается разрешение. Вам нужно 3840 на 2160 пикселей, а у вас пишет как 4096. Этот способ помогает его решить. Теперь давайте перейдем к делу. Спасибо большое бро за предоставленную информацию о CRU. Или CRU, либо же SRU. Для начала нам нужно скачать саму программу. Можете вбить в гугле CRU и будет первая ссылка их официального сайта. Либо же для самых ленивых я оставлю ссылку в описании. У нас здесь находятся 4 приложения. Но только 2 из них нам понадобятся. Это CRU и Restart64. Если у вас винда 32 битная, то просто Restart. Нажимаем ПКМ на CRU и запуск от имени администратора. Если у вас более одного монитора, то выбирайте тот монитор, который сейчас у вас активен. Сам внизу справа находим CTA861. Это в моем случае у вас может слегка отличаться. Нажимаем Edit и на вкладке DataBlock находим TV Resolution. Нажимаем на него 2 раза LKM, либо Edit. Скорее всего, сам внизу у вас будет разрешение 4К. В общем, удаляем все значения с 3840. На HDMI Support. Внизу на вкладке HDMI Resolution у вас может быть несколько разрешений. Все их необходимо тоже удалить. Нажимаем ОК и выходим из программы. Теперь запускаем Restart64, тоже от имени администратора. В этот момент у вас потухнет монитор. И вуаля, теперь только то разрешение, которое нам необходимо. Как вы видите, ничего в этом сложного нет. Информации в Ютубе почему-то тоже нет. Для того, чтобы вернуть разрешение назад, вам нужно будет сделать абсолютно любую махинацию с драйверами. То есть, их удалить, потом установить. Либо же просто обновить. Как-то так. Если ролик вам показался полезным, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. До скорых встреч.